Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Пляжи Судьбы, глава восьмая. Беги от этого золота, моя очаровательная сподвижница. Эхом проносятся слова далекого предка, вдогонку к осколкам стекла и приборной панели. Когда-то угрозы, шантаж и покушение на убийство были для нее лишь деталями давно минувшей истории, а отныне это мир, в котором ей предстоит жить. Сердце отбивало нестройный ритм, пока автомобиль издавал режущий уши скрежет. Мы с Карлосом висели вверх ногами, единственное, что удерживало нас от полета вниз головой, ремни безопасности. Но, казалось, в любой момент может произойти что-то похуже столкновения и переворота. Память обжигали кадры из фильмов со взрывами машин, и меня постепенно захлестнула паника. Нужно срочно что-то делать. Карлос! Хоть бы он пришел в себя. Я с трудом избавилась от подушки безопасности, сдавливающей шею, и развернулась к мужчине. Схватила за плечи и легонько встряхнула, надеясь привести в чувство. Он продолжал рвано дышать, но не отвечал. Мне в ноздри ударил тошнотворный запах крови. «Карлос, не смей умирать!» Произнося это, я тут же зажала рот руками, испугавшись собственных слов. Карлос тихо застонал, путешествуя где-то на грани этого мира и полного забытия. Лили, я наклонилась, пытаясь поймать каждый его вздох. «Должен защитить». «Карлос?» Карлос застонал. От беспомощности и страха на глаза навернулись слезы. «Карлос, очнись, пожалуйста! Нужно выбираться!» Но он не двигался. В отчаянии я оставила попытки разбудить Навару. Смахнула слезу и пошарила рукой в поисках рычажка, отпирающего дверь. Щелк. Пассажирская дверца поддалась и приоткрылась. «Надо выбираться самой!» Я отстегнулась и кубарем выкатилась из машины на холодный асфальт. Первым делом я испуганно огляделась в поисках внедорожника, который нас преследовал. Его нигде не было. Затем глянула на наш автомобиль, перевернутый, покореженный. В салоне все еще лежал Карлос. Только сейчас я заметила большой темный развод у него в районе живота. Меня замутило. А следом за тошнотой пришла паника. «Нет, Лили, нельзя поддаваться страху. Но что предпринять сначала? Мы все равно помочь Карлосу выберем. Надо помочь Карлосу выбраться из машины». Я встала на ноги, обошла автомобиль и с трудом открыла водительскую дверь. Карлос неподвижно сидел, опираясь плечом на пассажирское кресло. Я несмело дотронулась до его плеча, вновь замечая багровые следы крови. «Карлос?» Мужчина слабо дернулся и шевельнул губами. «Карлос, ты в порядке?» «Нужно выбираться». Наварро приоткрыл глаза, попытался поднять руку, но тут же тихо зарычал от боли. «Мерда». Превозмогая себя со стонами, он все-таки дотянулся до заднего кармана сиденья и выудил пистолет. «Они все еще могут быть здесь». «Там машина уехала, Карлос!» Он что-то прохрепел, а затем он стегнул ремень безопасности и, держась за дверь и кресло, стал медленно выбираться наружу. Я помогала ему, собрав последние силы. Оказавшись на асфальте, Наварро поднялся и, пошатываясь, встал на ноги. «Ты как?» «Оклемаюсь». Раненый, в крови, он продолжал держаться спокойно и уверенно. Но сил хватало лишь на несколько шагов, затем Карлос стал заваливаться на спину. Я оказалась рядом, чтобы придержать его. «Ну, как бы пора уже звонить в скорую». Опираясь на меня, он все же добрел до обочины и, кривясь, присел. «Карлос благодарен вам за помощь». «Спасибо, Лили». Симпатия Карлоса открыла дополнительный диалог. «Это мне нужно благодарить. Ты ведь закрыл меня собой. Если бы не ты, я...» «Сидела бы в отеле. Целая и невредимая». Он задержал на мне взгляд. Я слегка смутилась и отвернулась. «Я не могла тебя не вытащить». Рука мужчины вдруг легонько коснулась моих пальцев. Я обернулась. «Ты будешь в порядке, поняла? Я не дам им до тебя добраться». Я слабо улыбнулась и кивнула, сжав его ладонь. «Поняла. Главное, мы оба живы». Навару вздохнул. «Хотел бы я сказать, что самое страшное позади». «Это ведь Фредерик, да?» Карлос ничего не ответил, но по его взгляду я и сама все поняла. Хотела задать еще пару вопросов про Кастильо, но прикусила язык, оценив состояние мужчины. На первый взгляд, раны не серьезные, но их слишком много. И дышит он странно, будто боится вдохнуть слишком глубоко. «Я вызову скорую». Я осторожно подобралась к машине и отыскала в салоне сумочку. Внутри был телефон. Диспетчер спасательной службы записал наши координаты, которые высветились на карте смартфона, и сообщил, что помощь скоро прибудет. Я нервно мерила шагами примятую траву, на которой то тут, то там сверкали осколки. В какой-то момент глянула на телефон в руке и неожиданно вспомнила. «Черт, я же должна была поехать к Мигелю и Джессике!» «Из-за шока совсем забыла. Теперь наверняка переживают. Но сообщать ли им об аварии?» «А как можно не сообщать-то чего?» «Позвоните Мигелю. Если не свяжусь с ним, заставлю волноваться еще сильнее». Мигель ответил почти мгновенно. «Лили, мы в архиве. Просто скажи на кассе, что ты ко мне и спускайся». «Мигель, я попала в аварию». На пару секунд в трубке повисло молчание. «Что? Где ты?» Я продиктовала ему те же вводные, что и диспетчеру службы спасения. «Ты цела?» «Да, все в порядке, но Карлос...» Симпатия Мигеля открыла дополнительный диалог. «Ух, моя Лили теперь разрывается между двумя». «Он был с тобой?» «Да, помогал с одной зацепкой». «Лили, пожалуйста, звони мне всегда, когда собираешься куда-то с этим мужчиной. С ним может быть небезопасно». «Ты преувеличиваешь», сказала она на месте аварии, да?» «Лили, ты...» «Он ненадолго замолк». «Ты мне небезразлична, очень небезразлична». «Так, Мигель, время ты, конечно, выбрал». «И я места себе не нахожу, когда ты с ним». «А теперь это, ты попала в аварию с ним». «Но не по его вине, ему досталось больше». «Он жив?» «Да, но ранен. Я вызвала скорую. Скорее всего, нас отвезут в ближайшую больницу». «Мигель, я сама не знаю, как так получилось. Мы просто ехали, а затем...» «От воспоминания на глаза навернулись слезы. Я всхлипнула в трубку». «Главное, что ты цела. Что-то болит?» «Нет, вроде бы и нет». «Лили, я приеду так скоро, как только смогу. Ты только держись, хорошо?» «Да-да, хорошо. Спасибо тебе». Разговор с Мигелем заметно приободрил. Я вытерла непрошеные слезы и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Когда на темной безлюдной дороге засверкали огни скорой помощи, я с облегчением выдохнула. Медики быстро помогли Карлосу подняться и погрузили в транспорт. Меня тоже попытались уложить на каталку, но я заверила, что могу залезть в машину сама. Внутри врач посветил мне фонариком в глаза и, убедившись, что сотрясения нет, сконцентрировал все внимание на Навару. Медики общались на испанском, поэтому я ничего не понимала и лишь молча следила за их действиями. «В больнице нас разделили. Карлоса увезли дальше по коридору, а меня направили в ближайшую палату. Через несколько минут ко мне пришла медсестра и обработала порезы от осколков. Затем оставила меня одну ожидать врача. Симпатия Карлоса открыла еще один диалог с врачом. Как только доктор открыл дверь, я едва не набросилась на него. «Мужчина, которого привезли со мной, он в порядке?» «Си, сеньорита Кэмпбелл, но я здесь, чтобы поговорить о вас». «Где-то я этого доктора видела. Я в полном порядке. У моего друга перелом? Сотрясение?» «Сейчас он стабилен». «Его можно увидеть?» Склонив голову, врач спокойно наблюдал, как я тараторю и нервно перебираю волосы. «Вы сможете навестить его в часы посещения?» Доктор достал стетоскоп и послушал мое дыхание. «Отлично. Вы родились в рубашке, сеньорита Кэмпбелл. Такая авария, а у вас лишь царапины да синяки?» «Если бы не Карлос, боюсь представить, в каком состоянии я бы была. На ночь вам лучше остаться здесь. Выпишу вас утром, но перед этим приедет полиция. У них есть несколько вопросов о случившемся». Глядя на мои округлившиеся глаза, врач поспешил меня успокоить. «Это стандартная процедура. А сейчас вам нужно отдохнуть». Доктор оставил меня. Я откинулась на кушетку и прикрыла глаза. Заснуть не получалось. Где-то через полчаса мне надоело бессмысленно ворочаться, и я вышла в коридор. Прошла несколько метров и увидела автомат с закусками. «Ух, голодная как волк. Днем ведь почти не ела». Я вспомнила, что сумка с кошельком осталась в палате и хотела было повернуть, как вдруг. «Лили». Я не успела вымолвить ни слова. Он уже порывисто заключил меня в объятия. Через секунду опомнился и виновато отнял руки. «О, Мигель, у тебя есть мелочь?» «Я не сделал тебе больно». «Все в порядке». Я улыбнулась и вновь прильнула к нему. «Я так рада тебя видеть». Мигель прижал меня чуть крепче и нежно поцеловал в макушку. «Я перепугался». «Не стоило. У меня всего пара ссадин». Какое-то время я молчала, уткнувшись в плечо Мигеля. В покое, который дарило его присутствие, хотелось раствориться. Затем подняла голову и посмотрела мужчине в глаза. Они были переполнены теплом и тревогой. Я не сдержалась и легко прикоснулась к его губам своими. Он вздрогнул, но затем мягко и осторожно ответил на поцелуй, продлившийся несколько мгновений. «Ты стала очень много значить для меня, Лили». «Ха! Что я вижу?» «Джесс!» Я хотела был отстраниться от Мигеля, но тот удержал в объятиях. «Смотри, не задуши ее, герой!» «Лили, как ты?» «В порядке. Несколько царапин и синяков». Вскоре Мигель купил нам с Джесс по шоколадному батончику в автомате, и мы втроем устроились на диванчике. Я взглянула в сторону ресепшена, где дежурила медсестра. «Кстати, как вас пропустили? Вы же не родственники?» «У меня тут парочка знакомых. Кстати, я вещи тебе привезла». «Она протянула мне сумку. Кое-что из моего должно подойти. Подумала, пригодится». «Ты прелесть! Спасибо!» Я взяла сумку и приобняла девушку. «Лили, а ты не хочешь рассказать, как именно оказалась вдвоем с Навару на объездной дороге?» «Да, и что, черт возьми, стряслось?» Я вздохнула. «Мы возвращались из частной галереи. У меня была зацепка, нужно было срочно ее проверить. Думала, быстро закончу и приеду к вам в музей». Я потупила взгляд. «Ну, а что было дальше?» «Потом...» «Щеки слегка загорелись». «Какой-то придурок подрезал нас, и Карлос не справился с управлением. Мы влетели в дорожное гражданство». «Пока я не могу рассказать им про Фредерико, не могу подвергнуть еще большей опасности». «Каброн!» «И не говорим, чем он только думал». «А Навару? Первый день за рулем?» «Фактически Карлос спас меня». «Спас?» «Закрыл собой от удара, когда мы перевернулись. Если бы не он, здесь бы я сейчас не сидела». «Ребята хотели остаться до утра, но я заверила, что в этом нет необходимости. Попрощалась с ними и застыла посреди пустого коридора». «Надо заглянуть к Карлосу, узнать, как он. Вдруг сможет рассказать об аварии больше. Вдруг что-то знает. У меня терпения не хватит ждать до завтра». «Минут пятнадцать я украдкой ходила по больнице, осторожно заглядывая в палаты сквозь жалюзи. И, наконец, обнаружила Навару. Несмотря на глубокую ночь и травмы, он не спал. Я деликатно приоткрыла дверь». «Не потревожу». «Карлос резко вздрогнул». «Извини, хотела узнать, как ты». Поморщившись от боли, мужчина развел руками. «В глаза бросились перебинтованный торс и россыпь царапин на теле». «Надеюсь, он не сломал ребра». «Ух ты! Не, ну у него и старых шрамов достаточно много. Вау, конечно, прорисовали, обалдеть». «Меня подлатали, беспокоиться не о чем». Я вошла в палату и прикрыла за собой дверь. «Карлос, насчет аварии. Я уже видела этот внедорожник. Он стоял ночью у моего отеля». Навара не выглядел удивленным. «Это прихвостни Фредерика». «Но зачем убивать нас? Разве Кастильо не сказал, что у тебя есть время до понедельника?» «Если бы Фредерик хотел убить...» Карлос остановился и настороженно прислушался, затем сбавил голос на полтона. «Мы бы уже лежали во враге с пулями в головах». По спине пробежал холодок. «Тогда что это было? Предупреждение?» Навару кивнул. «В его стиле. Если не выполню приказ до понедельника, таких несчастных случаев станет больше». «И закончатся они не столь безобидно для нас обоих». «В замешательстве я отступила на шаг назад». «Не знаю, что бы предприняла на месте Карлоса, но мы знаем друг друга несколько дней. Он может в любой момент взять пистолет и...» Симпатия Карлоса открыла дополнительный диалог. «Не следовало тебя впутывать». «Я подняла глаза и, встретив цепкий взгляд, не смогла отвернуться». «Что ты предлагаешь?» «Единственное верное решение – отправить тебя домой, в Великобританию». «После аварии эта идея кажется не такой уж плохой». «Но я не могу отпустить тебя, понимаешь?» «Карлос!» «Внутри меня рос страх. Я отошла еще на шаг». «Что ты?» «Он заметил мое беспокойство и улыбнулся уголком рта». «Я не хочу с тобой расставаться. Мы справимся до понедельника, Лили. Найдем сокровища». «Почему ты так уверен?» «Навару пожал плечами». «Потому что мы зашли слишком далеко. Другой выход не понравится ни тебе, ни мне». «Я почувствовала легкий озноб». «Что?» «Утро вечера мудренее, синьорита Кэмпбелл. Нам обоим надо отдохнуть». «Мне и самой не терпелось покинуть его палату». «Я наскоро попрощалась и пошла к себе, попутно размышляя над поведением Навару». «Он балансирует между крайностями. С одной стороны, правильные решения и совесть, с другой – жажда сокровищ и хладнокровие. Сдается мне, и сам Карлос не знает, что победит в итоге». «Всю ночь я так и не сомкнула глаз». «Ворочалась и с тревогой думала о Фредерике, Карлосе и своих друзьях». «Люди Кастиль увидели меня с Мигелем и Джессикой. Я не могу рисковать их жизнями. Нужен гарант безопасности». «Вдруг в голову ударила очень неожиданная и смелая мысль, близкая к безумству. Ну, в стиле Лили. Нужно договориться с Фредериком. Ух ты!» «Какое-то время я обдумывала эту идею со всех сторон. В итоге она перестала казаться такой уж сумасшедшей». «Во время первой встречи Кастильо смог выбить почву у меня из-под ног, но больше я ему не позволю. Я докажу, что от меня живой больше пользы, чем от мертвой или запуганной». «Когда за окном совсем рассвело, я поднялась к кушетке и осторожно выглянула в коридор. Нет, через приемную меня не выпустят». «Я открыла окно и глянула вниз. Первый этаж, мягкий газон. Решено. Но для начала переоденусь во что-нибудь поприличней». «Я подошла к сумке с вещами Джесс и вытащила оттуда пару нарядов». «Что у нас тут?» «Да ладно. Непонятно, что футболка. Джессика бы такое не принесла. А такое бы она принесла, да. Ну, конечно, мы берем это». «Выбрав один наряд, я аккуратно сложила остальное обратно в сумку». «Ого! И куда Джесс это носила? Хе-хе-хе-хе. Впрочем, какая разница? В этом платье я чувствую себя на все сто. Победа за мной? Ну все, я готова». «Вернулась к окну и взобралась на подоконник. Прыжок?» «Дело было решено в два счета. Через несколько минут я уже стояла на городской улице. Раннее утро в Доминикане я встречала впервые. Все эти дни просыпалась не раньше одиннадцати, а сейчас было около девяти. Вместо привычной влажной жары стояла приятная прохлада, и я невольно вспомнила о Великобритании. «Поверить не могу, пробыла здесь всего неделю, а чувство, будто прошла вечность». Я огляделась и прикинула дальнейший маршрут. «Нужно выяснить, где живет Фредерик, а затем заявиться к нему домой и постараться сделать так, чтобы он не убил меня в первые пять минут». «Ох…» Ночная храбрость постепенно сходила на нет. Чтобы не передумать, я вспомнила об угрозе, которая висела над Джессикой и Мигелем. «Они впутались в это по моей вине…» Рука сама потянулась в сумку за смартфоном. На счастье, найти адрес одного из крупнейших меценатов Доминиканы оказалось просто. «Фредерик принимал клиентов и партнеров прямо в своем поместье, не утруждая себя поездками в офис. Я поймала такси и указала водителю направление. Вообще, можно было просто оглянуться по сторонам и посмотреть, кто за ней наблюдает, и сказать «Везите меня к вашему хозяину». В машине я продолжила изучать сайт Кастильо. Под описаниями его выдающейся благотворительной деятельности был указан номер приемной. «Может, позвонить секретарю и назначить встречу? Или заявиться без приглашения?» «Ну, как-то секретарю странно звонить. Нет, не надо. Этот человек отдал приказ избавиться от меня. К черту вежливость!» Я демонстративно швырнула смартфон в сумку. Такси остановилась перед роскошным двухэтажным особняком в колониальном стиле. «Лепнина, массивные арки, фонтаны, топиар. Понимаю, почему Кастильо предпочитает вести дела из дома. Я бы тоже отсюда не выходила». «Я поправила одежду, подошла к огромным воротам и нажала кнопку видеодомофона». «Си?» «Я Лили Кэмпбелл, партнер Карлоса Наварро. Мне нужно к сеньору Кастильо». «Ваше имя мне ни о чем не говорит, сеньорита». «Зато оно кое-что скажет вашему боссу». Мужчина замолк. Казалось, он разглядывал меня в камеру и взвешивал что-то в уме. Прошло около минуты, прежде чем голос в домофоне вновь ожил. «Так и быть. Пропущу в приемную и сообщу секретарю. Там разберутся, что с вами делать». «Благодарю». Ворота щелкнули и приоткрылись. «Неужели?» «Фух». С трепетом и дрожью в теле я ступила на территорию особняка. Отчаянная, конечно. Когда ворота за мной закрылись, я поежилась. «Так, не время паниковать. Все будет хорошо, Лили, ты справишься». По вымощенной дорожке, минуя арки и аккуратно постриженные кусты, я прошла к главному входу. В огромном холле меня встретил охранник. «Его внешний вид не сулил ничего хорошего. Высокий, плечистый, ростом по два метра. Он навис надо мной, точно скала. Я замерла». «Приемная наверху». «Он кивнул в сторону витой лестницы. Я несмело поблагодарила мужчину и направилась на второй этаж. Пока поднималась, почувствовала неожиданную, незнакомую ранее решимость. «Все получится». «Наверху я ожидала увидеть секретаря или еще одного Громилу, но никак не самого хозяина дома». «Меня поражает ваша смелость, сеньорита Кэмпбелл». «Я вздрогнула, оборачиваясь на него. Кастильо медленно приближался ко мне через пустую приемную». «Или это наглость?» «Я поняла ваше предупреждение, сеньор Кастильо, и вновь хочу обсудить с вами свою работу». «Разве мы не закончили обсуждать ее в музее?» «Уверена, у меня есть, что вам рассказать». На лице Кастильо появилась тень снисходительной улыбки. «Не стану отрицать, мне любопытно, чем увенчается ваша попытка». Он лениво отогнул рукав пиджака, чтобы взглянуть на часы. «У вас две минуты». «Нужно быстрее решить, как вести себя дальше. Итак, я буду...» «Говорить прямо. Я понимаю, вы заботитесь о своем бизнесе и не можете доверить такую ответственную работу любителю. При первой встрече я не показалась вам компетентным специалистом, но я хочу это исправить и доказать, что заслуживаю доверия». «Плюс один правильный ответ? Что какой-то экзамен сдаем? Жесть». «Неужели?» «За неделю пребывания в Доминикане я выяснила, что существует карта к сокровищам Кида. Она состоит из нескольких фрагментов. В попытке найти один из них, я и осматривала пушку скидакского купца». Фредерик вскинул брови. «И как вы узнали о карте?» «Нужно сослаться на... Ну, какие видения, нет? Профессионализм. «Я профессиональный историк, вообще-то. И занимаюсь биографией Вилли Макидо большую часть своей жизни. А потому мне не составило труда найти недостающую информацию о нем и его команде и во всем разобраться. Самостоятельно я нашла уже два фрагмента карты и вскоре найду остальные». На лице Кастилью мелькнуло изумление. Плюс один правильный ответ. «Два фрагмента? Похоже, я действительно вас недооценил, сеньорита Кэмпбелл». Он сделал шаг, затем второй, обошел меня, не сводя задумчивого взгляда. «Я вам нужна! Во всей Доминикане! Нет, во всем мире вы не найдете такого специалиста! Я отыщу для вас сокровища!» «Помнится, я спрашивал о сроках. Так сколько вам понадобится, чтобы выполнить работу?» «Надо ответить, уверенно. Неделя. Я найду сокровища за неделю». «Фредерик прищурился. Вы так уверены?» «Я кивнула. Взамен мне нужна безопасность. Моя, моих друзей и Карлоса». «Фух, правильный ответ. Я почувствовала, как становлюсь смелее с каждым словом». «Вы согласны с моими условиями?» «Вы отвечали правильно, Фредерик...» «Какой это Фредерик плюс один? Алло!» «Фредерик подошел ближе. Я почувствовала дорогой одеколон с нотами морского бриза». «Не подходи ко мне ближе». «Кастиль усмотрел мне прямо в глаза, прищурившись и прожигая. Я стойко выдержала его взгляд». «Не могу игнорировать тот факт, что вы, сеньорита Кэмпбелл, за неделю добились большего, чем вся моя команда за год. Продолжайте расследование». «Но она как-то, мне кажется, маленький срок сказала. Всего неделя, сказала бы там месяц. Я чуть слышно выдохнула». «Неужели получилось?» «У вас ровно одна неделя. Надеюсь, мне не стоит объяснять, чем провал обернется для вас и ваших друзей». «Я потупила взгляд и отрицательно покачала головой». «Вот и отлично. Не прощаемся, сеньорита Кэмпбелл». «Путь до больницы прошел в тяжелых раздумьях». «Страшно представить, как отреагирует Карлос, когда я расскажу о встрече с Костелью. Надеюсь, его приободрит, что у нас теперь есть хотя бы неделя». «Я вернулась в палату тем же путем, которым ее покидала. Приемные часы еще не начались, но в коридорах было пусто, поэтому я решила, что смогу незаметно проскользнуть к Наварру». «В странной больнице никого нет, такое ощущение. Когда я приоткрыла дверь, он сидел на кровати, схватившись рукой за бинты». «Надеюсь, ты не бежать собрался?» «Я уже достаточно отдохнул. Кто знает, когда ждать следующее предупреждение Фредерико». «Ну, такой настоящий мужик. Все. Я типа, меня подлечили, я готов дальше сражаться. Хе-хе-хе-хе-хе-хе». «Здесь мы как на лад...» «При попытке встать, Наварру пошатнулся и скривился, схватившись за ребра. «Карлос! Ух ты! Помочь ему!» «Я подскочила к нему и подхватила, удерживая на месте. Вау! Вау! Хватит строить из себя героя! Забыл, что случилось!» «Карлос прикрыл глаза и попытался предать лицу бесстрастное выражение. А затем наклонился и почти прошептал. «Именно поэтому нам нужно уходить». «И она в этом же платье и с моей же прической. Как круто!» Я продолжала его удерживать, обхватив за плечи. Тепло его тело обволакивало. Я не решалась и не желала сдвинуться с места. «Лили». Мое сердце бешено заколотилось, когда его внимательный взгляд опустился ниже, обжигая губы, шею и ключицы. Я будто плавилась, ни в силах ни приблизиться, ни отстраниться. Точно мотылюк у свечи. «Карлос!» Я произнесла его имя иначе, чем раньше. Теплее, мягче, словно заново распробовала на вкус. «Не искушай меня». Казалось, воздух вокруг нас стал тяжелее. Я даже не могла сделать глубокий вдох, чтобы оборвать это наваждение. Карлос подался вперед, к моим губам. Я инстинктивно потянулась навстречу. Но когда между нами оставалось пара сантиметров, он резко остановился и отстранился. Я не был до конца честен с тобой, Лили. «Все, закончилось. Обалденная была катсцена, просто мне безумно понравилась. Искра, мечущаяся между нами, исчезла так же неожиданно, как и появилась. Я отпрянула». «О чем ты?» Нащупав за спиной постель, Наварро с тяжелым вздохом опустился обратно. «Я знаю, где находится еще один фрагмент карты». «Что?» «Я купил его у коллекционера для Фредерика». «Но почему ты не сказал раньше? И почему не сообщил Фредерик?» Карлос одарил меня странной улыбкой, похожей на болезненный оскал. «Хотел знать, как много тебе известно». «И карта до сих пор у Кастильо? Мне нужно увидеть ее. Карлос, мы должны с ним связаться и...» Наварро жестом остановил меня, поднял взгляд и отчеканил ледяным тоном. «Фредерик думает, что владеет мной, что может угрожать мне без последствий. Я покажу ему, как сильно он ошибается. Он не получит ни монеты из сокровищ Кида». «Ну, ты ведь понимаешь...» «Мы украдем карту. Прямо из особняка Кастильо». «Вау!» «Прям мужик огонь, что могу сказать». «Что у нас появилось новенького?» «Значит, по мальчикам. Симпатия Карлоса 12. Симпатия Мигеля тоже 12. Ох, что же делать-то? Надо будет как-то определяться, наверное. Не могут же они так наперебой. Я чувствую себя как-то странно, когда один мне признается в чувствах, и второй намекает. И появилось у нас что-то новенькое. Уважение Фредерико плюс один. Скорее всего, это как-то повлияет на концовку. Я не хочу, чтобы кто-то внезапно погиб без его поддержки. И то, что Карлос не хочет отдавать ему золото, я почему-то так и думала. Тем более, что Карлос, скорее всего, считает, что он заслуживает, по крайней мере, на часть этих сокровищ по наследству. Поэтому я вовсе не удивлена его решению. Но это, конечно, опасное дело. Вообще, серия была совершенно необычная для Пляжей Судьбы. Мне очень понравилось, да. Теперь ждем подобные катсцены с Мигелем, да? Друзья, опишите, пожалуйста, в комментариях, с кем у вас веточка в этой игре. Очень интересно будет сравнить наши впечатления. А также не забывайте, что плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok